Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа «Городские встречи». Сегодня наш выпуск посвящен спорту. У нас в гостях Игорь Шматов, председатель Рязанского регионального отделения Всероссийской Федерации гиревого спорта, и Иван Кулаков, чемпион мира по гиревому спорту. Здравствуйте! Здравствуйте! Для начала хотелось бы, чтобы вы рассказали немножечко в общем об этом виде спорта, потому что на сегодняшний день мы много слышим о легкой атлетике, о фигурном катании, в общем, о всем, чем угодно, только не о гиревом спорте. Что это вообще такое, в чем там принцип, чем вы занимаетесь на своих тренировках? На самом деле гиревой спорт – это очень интересный спорт. Гиревой спорт – это циклический вид спорта. У мужчин две дисциплины, у женщин одна дисциплина. То есть наряду с мужчинами этим спортом активно занимаются у нас и девушки. Значит, первая дисциплина – это двоеборья, то есть это короткий толчок, толчок от груди и рыбок. Спортсмен выполняет два упражнения, суммируются очки, вот, и как бы итоговый результат. Вторая дисциплина, вот, Иван, в которой у нас стал чемпионом Вера и выполнил арматив «Мастер спорта» международного класса, показал очень высокий результат. Это дисциплина – длинный цикл. То есть смысл этой дисциплины заключается в следующем. То есть спортсмен забрасывает гири на грудь, делает толчок от груди, фиксирует снаряды, значит, опускает на грудь, в положение виса и вот этот вот циклон многократно, скажем так, повторяется. В принципе, соревнования проходят у нас на шести помостах. Есть информационное табло, шесть, соответственно, судей. Есть соревновательная зона, разминочный зал. То есть соревнования обычно вот такого вот уровня, что касается всероссийских, международных, они проходят на достаточно высоком уровне, празднично, с привлечениями. То есть есть открытие соревнований, есть церемонии закрытия, награждения. Все это очень красочно, празднично. То есть люди, которые организуют эти соревнования и которые занимаются этим видом спорта, как правило, это патриоты своего вида спорта и подходят к организации вот таких мероприятий с огоньком. Ну, в общих чертах понятно. Иван, расскажите, пожалуйста, когда вы этим видом спорта увлеклись и почему выбрали для себя именно гиревой спорт? Спортом я начал заниматься в 13 лет настольным теннисом, потом пошел в бокс. И вот в спортзал пришел, он занимался вот Игорь Борисович. Ну, увлек этот спорт, начал заниматься. Игорь Борисович как бы тренировать меня начал, к этому готовить, заинтересовал, добиваться хотел на уровне его, как бы мотивировал меня этим. И вот начал заниматься, тренироваться, набираться опыта у него, как бы стремиться к высшим результатам. И вот в 14 лет выполнил первый разряд, меня как бы начал мотивировать к высшему разряду кандидат в мастера спорта. В 2014-м в 15 лет выполнил кандидат в мастера спорта, в 16 лет выполнил мастер спорта на Кубке России, стал третьим. Вот. И вот сейчас подошел к этому результату, к которому долго шел, выполнил мотив в мастер спорта международного класса и вот стал чемпионом мира. Расскажи, пожалуйста, вот о соревнованиях, которые, как я поняла, в октябре, да? Проходили. Где они проходили? Какие страны там были представлены? Проходил в стране Казахстан, в городе Табе. Принимали 37 стран мира из дальних кулаков мира, из Индии, из США, из Монголии, из Китая. Много стран было. Вот. И самые такие сильные команды, это был Казахстан, вот Украина, а США. Вот были серьезные соперники. Организация была очень на высшем уровне. На первый раз попал в мир. Вот отобрался на Россию. И в июне проходил в Ярославле. Вот отобрался, занял первое место. И вот представлял сборную России первый раз на этих соревнованиях. Вот сейчас перед нами сидит чемпион мира. Ну, как ты вообще чувствуешь свой новый статус? Ну, первое. Не верится в первое время. Как бы не ощущаешь этого. Там награждение, когда уже как бы чувство радости приходит, когда поздравляет. Я понимаю, что достиг таких результатов. И как бы гордятся тобой многие, поздравляют. Чувство там приходит, конечно, радости, гордости в какой-то степени. Но очень как бы неожиданно шел к этому долгому результату. И вот добился этого долгожданно. Очень это победа и вот этот норматив, который выполнен. Ну, смотрите, на соревнованиях, допустим, если взять восточное единоборство, к примеру, да, то человек должен победить, ну, в спарринге, если мы говорим о каких-то вот таких видах спорта. Если брать, к примеру, фигурное катание, там нужно правильно выполнить элементы. Что здесь нужно сделать для того, чтобы победить? Что важно? Сила, выдержка, в том числе, наверное, какой-то психологический настрой? Безусловно, безусловно. Соревнования такого уровня – это всегда максимальное психологическое напряжение, вы правильно сказали. То есть предшествует, естественно, кропотливая такая серьезная подготовка. То есть спортсмен на несколько месяцев уже как бы отрешается от всего, да, скажем так, постороннего, то, что мешает вот этой подготовке и концентрируется именно вот на соревновании. Что, в принципе, с Иваном у нас и как бы вот этот процесс, он практически два или три года, он не останавливается. То есть он парень скромный, но на самом деле он проделал огромный путь и огромную работу. Вот, работу очень тяжелую. Почему? Потому что практически на сегодняшний день он еще является старшим юношей. Даже не как бы попадает в молодежную сборную по возрасту. То есть там с 19 лет в еревом спорте, ему на сегодняшний день полных 18 лет. Такой феноменальный, скажем так, результат не только для Ивана, но и так вот в целом по нашему виду спорта. Почему? Потому что таких спортсменов их единица, в принципе, мы их все знаем. Вот, это, конечно, огромное трудолюбие плюс талант. Выиграть чемпионат России, то есть чтобы юноша выиграл чемпионат России среди взрослых спортсменов, где по крайней мере 6-8 спортсменов такого топового уровня, они борются за первое и третье места на чемпионате России. Но это как бы нонсенс. То есть это бывает очень редко. Причем выиграл он с гроссмейстерским, скажем так, говоря на языке шахмат, результатом. Он показал 87 подъемов, рекорд мера на сегодняшний день 90 подъемов. Он на России показал 87. То есть 3 подъема всего, но, скажем так, если перевести, чтобы было более понятно, скажем так, на секунду, это порядка 15 секунд ему не хватило для того, чтобы побить рекорд мера. Иван, а что же дальше? Вот все задачи выполнены. Какие цели будете ставить перед собой теперь? Заслуженный мастер спорта, это во всех родах спорта, то есть там, чтобы выполнить... Почетное звание. Да, почетное звание. Это самое высшее звание. И надо выигрывать два или три раза. Да, два раза. У нас в гиревом спорте два раза необходимы. Выиграешь и присваиваешься самым заслуженным мастер спортом. Игорь, а вообще, вот на сегодняшний день гиревой спорт у нас в области, в каком состоянии он находится? Ну, я считаю, что гиревой спорт у нас развивается, прогрессирует. То есть мы на протяжении уже, ну, наверное, лет восьми, семи, вот. То есть мы стараемся участвовать во всем календаре всероссийских соревнований. То есть команда у нас представлена. Помимо того, что вот в индивидуальном зачете, да, в каких-то определенных дисциплинных весовых категориях у нас есть медали на всероссийских турнирах. Какие показатели основные? Вот в двух словах, то, что человек у нас в основном составе сборной России, человек-чемпион мира. То, что у нас есть представлена команда из там пяти-шести спортсменов, которые регулярно участвуют у нас во всех соревнованиях всероссийских. Вот, то есть мы находим и время, как бы, и финансирование, то есть и все остальное для того, чтобы, как бы, это все воплощать в жизнь. Естественно, это пример. Естественно, молодежь какая-то есть у нас, подающие надежды молодые спортсмены. Мы их тоже возим, мы их тоже стараемся, как бы, обкатывать для того, чтобы у нас все это дело шло. К сожалению, время нашей программы уже подошло к концу, поэтому мне остается только поздравить вас, пожелать в дальнейшем успехов и вам, ну и в целом этому виду спорта на нашей рязанской земле. Большое спасибо вам, что вас пригласили. Занимайтесь грибовым спортом, мы вам об этом поможем. Ну что ж, а наша программа на этом подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!